Я теперь мама, у меня нет времени, да? Очередное доброе утро, 12 дня. Вы сегодня с мамой одни были, да? Было так хорошо. Я сегодня впервые остаюсь одна с малышкой с момента её рождения. Каша уходит на работу, в офис. Сегодня 31 мая. Родилась на 21-го, то есть спустя 10 дней. У меня было кесарево, экстренное. И во многом физическое состояние, я вот больше всего боюсь, что я не такая мобильная. Посмотрим, посмотрим, как будет. Так-то у меня отличное настроение, была прекрасная ночь. Малышка хорошо спала, всё хорошо. Это будет такой мамс-влог. Как я мечтала такие делать. Пошёл без линз. Это лекарство. Рекарство ещё дома пока что. Так как она у нас быстро начала спать ночью, ну, не целую ночь, а просыпаться только один раз, прям ночью на кормление. Ну, у меня и так много молока, очень. И мне приходится сцеживать. Но я не против, потому что я создаю банк. Так, это было 30-31. Я тебя слышу, Аврора! Сейчас притащу сюда. На стерилизацию. Первые дни были самые трудные грудного скарминга. В плане, грудь была вообще в шоке. Было больно. Но у меня были такие классные специалисты в роддоме. Всё наладилось так быстро. У меня родители занимаются фермой. И все наши друзья теперь начали шутить. Благодаря Аркадию, который рассказал, что у меня было очень много молока в роддоме. Все были в шоке. Как у нас название фермы Дольче-Корова, а меня они начали называть Дольче-Лиза. Ну, это надо быть теми, чтобы смеяться. Я не смею до сих пор. Будут ракурсы не очень, потому что я... Я теперь мама. У меня нет времени на это. Слава богу, спит. Фух, миссия успеть в душ и чуть-чуть провести себя в порядок. До того, как она проснётся, Аркаша только ушёл. Я не знаю, сколько сейчас времени. Один с чем-то. Она нужна проснуться где-то в 12. Зато у меня появилась грудь, ребята. Такого не было за все 24 года. Столько звуков на улице стройка. В доме стройка. Мы начинаем просыпаться. Что я забыла? Без него я сейчас не могу вообще. Я без него вот так хожу. Всё, что я делаю сейчас из макияжа, это румяна. Блин, такое ощущение, что у меня комар укусил так чешется. Ну, за что сегодня? Ну, почему? Нет, ну я не хочу так весь день ходить. Вся квартира в цветах после выписки. Она уснула, она всё ещё спит. Но она, в принципе, не проснулась. Она любит во сне крихотеть, начинает плакать. Она же сна и кала. Ну, я уже не реагирую. Типа, я жду. Если она дальше просыпается, тогда мы просыпаемся. Ну, чаще всего она, ну, дальше стоит. Я хотела подготовить себе заранее перекус, когда она проснётся, чтобы поесть. А то я забываю иногда есть. Мне потом плохо и я злая. О, то есть покажу вам. Прекрасное творение для кормления. Застёгивается. Ну, вот. Это всё, что я хотела показать. Я ещё убираюсь, пока могу. Я недавно начала только что-то делать. Ходить. Нормально. Да, мне хочется убираться. Хочется, чтобы всегда, ну, хоть немножко был какой-то organized space. Потому что режим полностью неорганизован. Ну, в смысле, всё перевернулось сверх тормашками, естественно. И хочется, чтобы вокруг хотя бы было немножко такого не-хаоса. Это меня успокаивает. Но в то же время, если я переусердствую с уборкой, мне потом очень тяжело и больно. И надо немножко себя успокоить. Я только подмету. Вот стирку сделаю и подмету всё. Ну, ладно, пока есть время. Поедим запеканку. Доброе утро, моя родная. Очередное доброе утро. Двенадцать дня. Привет. Кто-то покакал? Да? Сейчас мы пойдём в другую комнату. Мамочка всё поменяет. Поменяет. Ты моя принцесса. Вот твоя карета. Ну что, готова к мучениям? Она так не любит менять подгузники. Мой шлячок, мой ребёночок. Я не хочу, чтобы у тебя было раздражение. Простите, меня я тебя люблю. Родной, ну я люблю тебя. Я это делаю с большим видом. Она плакалась. Она плакалась. Сомик будет кушать. Это я прикрылась для вас. Так-то я не прикрываюсь. У меня прозвище у неё Сомик. Потому что она присасывается прям с разбега вот так. Она любит поесть. Она обманывает. Она научилась это глазами. В первые дни же она не управлялась совсем глазами. У неё вот так всё было. А сейчас она с каждым днём всё больше и больше концентрирует взгляд. Так забавно она рассматривает всё. У меня, кстати, самый большой страх был как раз в подмывании, потому что она очень брыкается. Но у меня такая уверенность сегодня пришла, что всё нормально. Нам нужно посидеть столбиком, чтобы мы рыгнули чуть-чуть. Не стесняйся, не держи в себе. Ох, я так тебя люблю. Продолжим. Кормление у нас может длиться очень долго. Она перерывы берёт. Мы её носим, потом опять кормим. Так может быть в три захода. У нас, наверное, час уходит на одно кормление. Может, поменьше иногда. Вроде убаюкала. Теперь надо меня покормить до конца. Разобрать стирку и тоже поспать. Я не понимаю. Я только тебя уложила. Ой. Мама, привет. Мама, привет. Положим тебя в кокон. Такой смешной кокон. Руки вверх. Ей нравится так спать. Я просто днём люблю без коконов всяких, чтобы она спала. Но иногда она слишком себя будет руками. Тогда приходите, да? Что такое? Покушать опять хочешь? Давай покушаем. Или мама неправильно поняла твой сигнал. Не хочешь? Не надо, не ешь. Не хочешь, не ешь. Вроде уснула. Хотя кряхтит сейчас. Не знаю. Я всё-таки поем сейчас, потому что я себя знаю. Потом она проснётся. Мы вместе проснёмся и не успею поесть. И надо поесть. Заставить себя. Суп Лиза. Мне очень повезло. Аркашка всё готовит. Для меня мне сейчас многое нельзя, потому что первый месяц. Брестфейдинга. Грудного вскармливания. Короче, мне особо не удалось поспать. Но Аркаша вернулся домой уже 4 часа. У него отменилась вторая встреча. Принеслась на завтра. Так что у меня полдня с младенцем получилось. Ну и хорошо. Сейчас буду завтракать. Есть. Зато полежала хорошо. Просто мой мамский мозг не давал мне покоя. Я начала думать про педиатра. Куда нам идти, в какую клинику. Нам нужна ещё прогулочная коляска, которую можно сразу же в машину сложить, как автокресло. Ну вот, я разбиралась с этим вопросом, разобралась, всё решила. Потом лежала, просто смотрела на неё. Не получилось вообще спать ещё этот ремонт. У меня тут пюрешка из тыквы, котлетки из индейки и свёкла тёртая. Меню by Аркаша. Ну рассказывай, как всё прошло. Всё прошло круто. Сначала я... Так, мол, не переживай там. Делай своё дело, так и она просто будет готова. Мы, походу, просыпаемся. Ой, зайка. А я только захотела спать. Легла возле неё после обеда. Мы сейчас поедим и пойдём гулять. А ночью она у нас спит там, в кроватке. Сейчас, сейчас. Просыпайся потихоньку. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Кушать хочешь? А сейчас мы будем кушать. Привет, мой ангел. Привет. Очередное утро в течение дня. Добрый день. О, Тима, мой хороший. Вау. Выходите, ножки, выходите. Ручки, выходите. Сейчас позовём папу, потому что мама очень болит. Болит. Живочек. Привет, доча. Привет, моё солнышко. Привет, папина радость. Привет, моя девочка. У тебя моя хорошая. Ты отдохнула. Вы сегодня с мамой одни были, да? Было так хорошо. У нас была такая тишина. Никто не гремел. Папа ничего не делал. Даже мама подгузники, наверное, меняет лучше. Ведь нежнее, чем папа, да? Да. Да. Мам, отдашь вас не тренируется? Да. Ой, ой, смотри, как там опалкает. Да я знаю, мне так не было, кстати. Не было? Молодец. Она моей по водам. Она тихо была мамой, по водам. Любимая папина доча. Адёш, мне ещё воды поделать. Да. Моя мама мне показала, что она нам так делала, и мы успокаивались. Погуляли мы полчаса. Я написала своему доктору, у меня воспалился шов. У меня как раз в последние дни была температура. Я думала, это может быть лактация, слишком много молока, там застой, ещё что-то такое. Но я не заметила, что у меня шов воспалился. У меня ломит всё тело. Ракашка побежала за лекарствами, антибиотиками. Так обидно. Ну ладно. Полежу сегодня ещё вечер. Придётся заканчивать на этом влог. Не то, как я думала. Всё будет хорошо. Короче, ребят, всё в итоге закончилось хорошо. Мы сходили утром на УЗИ, всё проверили. И матку, и шов, и всё оказалось хорошо. Мне сказали, у меня идеальная матка. Шов воспалился только снаружи. Будем сейчас лечить его примочками и просто марганцовочкой чуть-чуть обрабатывать. Короче, я не особо поняла. Я просто поняла, что всё в порядке, меня никто никуда не положит лежать. Это был мой главный страх, что меня положат в больницу опять. И разлучат с ней. У меня была вчера истерика. И температура 38. На чём я остановилась? Я уже забыла. Так вот. А, вот что я хотела рассказать. Вот что я хотела рассказать. Я вчера рыдала прям из-за того, у меня была высокая температура. Когда у меня температура, я, в принципе, всегда плачу. Очень чувствительно становлюсь. Ещё более чувствительно. Я рыдала, потому что я думала о том, как мне нужно заботиться об Авроре. Что у меня и так было кесарево, и я не могла заботиться о ней полностью. Так как Аркаша заботится о ней. И вчера, когда я подумала о том, что вдруг меня положат опять куда-то, разъединят с ней. Я так только обрадовала, знаете, что вот вчера ещё, что вот я одна с ней провела полдня уже. У меня всё начинает получаться. Потом что-то у меня начало ломить всё тело. У меня поднялась температура, у меня воспалился шок. Я такая, блин, опять. Короче, были мысли о том, что вот я очень хочу о ней заботиться. И, пожалуйста, пусть всё будет хорошо. И всё нормально. Всё и правда нормально, но я, наверное, переусердствовала. Нужно помедленнее всё это делать. Постепенно. Я просто люблю так сразу. В бой. Я сильная. Всё равно мне всё болит. Такие вот дела. И потом, после роддома, когда мы сходили к врачу, мы пошли на Севастеровский рынок в кафешку. Там вообще не было посетителей, что меня очень радовало. Мы выпили там кофе, малышка проснулась, и я покормила её прямо в кафе. Ну, ей всего лишь там две недели. Я, конечно, волновалась, но было очень тепло на улице. И не было людей, и я подумала, почему нет. Вот. Мы развеялись, встретили первый день лета, и было столько позитива. Так вот всё получилось в итоге, и я рада. Вернулась домой. Сейчас папа Аркадий ушёл гулять с малявкой, а я буду записывать вам другое видео. Вот такой вот влог у нас. Всем пока.